Всем привет из токгольмского метро, с вами Настя. Сейчас 8 часов утра, совсем пустой вагон, но в масках никто не ходит. Большая экскурсия по вагону стокгольмского метро. Здесь, как мы видим, все выглядит абсолютно одинаково. Это станция метро Уденплан в Стокгольме. Здесь посреди станции такая мини-выставка. Периодически создаются новые композиции и обновляются. Такой интересный факт, что движение поездов происходит не с права налево, как обычно мы привыкли, а слева направо. То есть зачастую можно, оказавшись внизу на станции метро, немножечко запутаться, потому что поезд приезжает с неожиданной стороны. Рассказать, что Швеция очень привлекательная страна для того, чтобы в ней жить, работать. И одна из причин в том, что работодатели очень заинтересованы в том, чтобы заботиться о своих сотрудниках, чтобы люди хорошо себя чувствовали на рабочем месте, чтобы просто были здоровыми и радостными. Поэтому о людях всячески заботиться. Например, выделяются возможности, чтобы можно было ездить на работу на велосипеде. То есть это велосипедные комнаты, душ и так далее. Также можно бегать. Вот, кстати, зимой люди едут на велосипеде. Также есть такая штука, называется бонус на здоровый образ жизни. Он выделяется раз в год в размере примерно от 200 до 500 евро раз в год. И эти деньги можно использовать на то, чтобы, например, пойти на массаж или в спортзал. Вот, но обязательно нужно, чтобы это было официальное трудоустройство со всеми документами. Поэтому приезжайте в Швецию, работайте только официально, легально. Рождественский офис в Стокгольме. Вид из окна. Дезинфекция для рук. Обязательно. Это наша кухня. Здесь стоят домики из имбирного печенья. Очень красиво украшенные. Написано Рождество. Украшение в шведском офисе. Дед Мороз, елочка. С подарками. Смотрите, как красиво. Хочу вам рассказать, что сейчас мы ведем активную работу по поиску новых вакансий для вас. В Швеции, в Норвегии. Абсолютно легально, официально. Чтобы уже в новом году вы могли приехать сюда в командировку. Абсолютно легально. Опять же, это очень важно. Поэтому следите за новостями. Продолжение следует...